Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 28 октября. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиака. Мы вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых умных. Карта Отщельник. Прояснится какая-то ситуация, особенно если вы оказались в какой-то ситуации, где что-то неясно, непонятно для вас. Здесь что-то может проясниться, либо кто-то объявится. Вы о ком-то что-то можете узнать. Особенно если кто-то что-то скрывал. Либо вы высветите себе новый путь действия. Также прекрасная карта для того, чтобы погрузиться в какое-то дело. Работать в одиночку, может быть, придется здесь. Или если вы потеряли какую-то вещь, вы можете найти. Или информацию какую-то нужную для вас. Телец. Король. Король Пентакли. Будете решать какие-то финансовые вопросы. Или такой мужчина будет вам финансово помогать. Может быть, это финансовая поддержка. Либо, может быть, вы будете контролировать свои финансы. Здесь распоряжаться ими. Принимать какое-то решение. Что-то связанное, может быть, с какими-то дорогими ценными покупками. Или место жительства, жилья. Вот здесь вот может быть либо приобретение. Либо, может быть, это что-то касается решения вопросов суды, кредитов, к примеру. Или если у вас свое дело, свой бизнес, то он будет развиваться и давать хорошие доходы. Также это может быть повышение зарплаты. Вы начинаете зарабатывать больше и лучше. Здесь человек может себе позволить намного комфортную жизнь. Поэтому здесь еще вы можете довольствоваться то, что вы имеете. То, что вы создали. Для кого-то это, может быть, капитал. Для кого-то это, может быть, там, не знаю, вы обучались и получили знания, диплом и так далее. У кого-то финансы, у кого-то что-то связано с ценностями. Потому что здесь еще человек получает результаты своих каких-то действий. Близнецы. Королева. Королева Пентакли. Может быть, здесь такая женщина будет вам в этот день помогать финансово. Нужно будет решить какой-то финансовый вопрос. Либо проконсультироваться у кого-то. Может быть, у финансиста, у бухгалтера. Общаться. И решить какой-то вопрос, касающийся недвижимости. Может быть, кто-то оформляет суду, кредит. Может быть, здесь также вы получаете финансовую поддержку. Либо тратитесь для дома, для комфорта, для уюта. Или если вы... Может быть, еще это как вложение в свое дело, в свой бизнес. Знаете, или если он у вас есть, то он дает очень стабильные доходы, к примеру. Или, может быть, это премия, получение какой-то суммы денег здесь. Может быть, вы что-то продадите. Это может быть еще крупная сумма денег. Либо в качестве поддержки, либо вы что-то, может быть, продаете. Или наоборот, покупаете. Рак. Туз. Туз с жезлов. Какие-то начинания, возможности. Может быть, будете очень целеустремленными, решительными. Будет появляться желание, стремление, новый фокус, идеи какие-то. И здесь, может быть, предоставится какая-то возможность. Или здесь открывается для вас что-то совершенно новое. Может быть, там поступает какая-то новая информация. Может быть, здесь новые возможности. Где вы будете пытаться развиваться. Или принимать какое-то решение, к примеру. Это могут быть новые начинания, связанные с проектами, с карьерой, с обучением, с бизнесом. С чем угодно. У каждого разные личные ситуации. И здесь это говорит о том, что за что бы вы ни взялись, что бы вы ни начали, это принесет результат, успех, достижение. Так что смело хватайтесь, действуйте, возглавляйте. Потому что здесь еще это как возглавить что-то. Быть лидером. Быть первым. Лев. Четверка. Четверка жезла. Здесь стабильность. Здесь успех. Здесь получение каких-то результатов. Когда человек действовал. Когда он работал над чем-то. Концентрировался. Дисциплинировал себя. Ограничивал себя в какой-то ситуации, может быть. Или здесь вот в итоге, может быть, вы ждете ответа. И наконец-то получите какие-то результаты. Какой-то ответ. Что-то может, кстати, касаться здесь недвижимости. Это как приобретение недвижимости. Это может быть переезд куда-то. Новоселье для вас. Праздник какой-то. Вот такое вот счастливое окончание. Когда вы празднуете, радуетесь чему-то. Отмечаете что-то. Проводите этот день в семье. В кругу близких. И здесь есть повод отметить, поделиться какими-то потрясающими, приятными эмоциями. В плане отношений это стабильность. Когда отношения развиваются и переходят на другой уровень. Кто-то, может быть, примет решение, что хочет жить со своим партнером. И вы вместе, может быть, арендуете жилье. И начинаете семейную жизнь. Или, может быть, здесь, как вариант, это бракосочетание. Или помолвка. Или, может быть, вас приглашают в гости на какое-то мероприятие здесь. Если вы в моменте ожидания решения каких-то вопросов, касающихся недвижимости, семьи, детей. Вот здесь вот что-то может разрешиться очень позитивно. Да, или вы получите какой-то позитивный ответ, результат. Кстати, еще это, может быть, поехать домой. Навести семью, навести близких. Или, если вы где-то были, вы возвращаетесь к себе домой в этот день. Дева. Королева. Королева мечей. Здесь нужно будет что-то размышлять, обдумывать, анализировать, планировать, выстраивать какую-то стратегию, подготавливаться к чему-то, принимать решения какие-то важные, оформлять какие-то документы, консультироваться у каких-то специалистов. Может быть, это юрист. Может быть, здесь какие-то важные документальные вопросы нужно будет решить, пообщаться, подписать что-то. И вы будете нуждаться в поддержке такой женщины, которая будет не эмоциональная, она будет конкретная, четкая, ну, профессионал своего дела. И вот конкретно здесь вам по полочкам что-то может объяснить, разъяснить, как говорится, или помочь, направить вас как-то. Может быть, здесь что-то связанное с визами, с документами, с оформлением чего-то такого важного для вас, да. Вы какие-то нюансы не понимаете или не разбираетесь в чем-то, а вот такая вот дама, да. И она вам здесь быстренько все разрулит, покажет, как сделать правильно или поможет вам в чем-то. Это может быть еще специалист, как врач, стоматолог. Может быть, руководитель, учитель. Здесь у каждого разные темы могут быть здесь. Но если это руководитель, то тогда он как будто поручает вам проект какой-то, задание какое-то, дает вам какую-то ответственность. Либо в негативном смысле вызывает прямо на ковер, да, вот отчитывает вас за что-то. Может быть, вы в чем-то привинились или что-то не сделали, как вариант. Или, может быть, вы должны будете себя в этот день вести, как эта королева мечей. Я уже говорила, здесь тогда нужно будет что-то анализировать, планировать, коммуницировать и так далее. Не буду повторяться. Весы. Верховная жрец. То, что было скрытым, неясным, непонятным для вас, вы можете узнать какую-то информацию. Узнать что-то о ком-то. То, чего вы раньше не знали. Или, может быть, информация внезапно какая-то скроется для вас очень важная. Может быть, вы решаете какой-то вопрос, чего-то не знали, упустили что-то. Или там, может быть, система какая-то поменялась, а вы об этом не знали. И кто-то вам здесь об этом расскажет. Или как-то направит вас. Вот здесь вот эта вот мудрая женщина может вам как бы еще помочь разобраться в какой-то ситуации. Может быть, вы будете обращаться к тарологу, к астрологу, кто будет делать для вас консультацию, направлять. Или что-то с помощью эзотерики прояснять, как говорится. Или, может быть, еще здесь вариант. Это духовный рост. Это обучение, получение каких-то знаний. Или вы проявляете интерес к эзотерике. Может быть, вы начнете изучать там таро, астрологию, нумерологию и так далее. В зависимости, какой у вас появляется здесь интерес. Прислушайтесь к своей внутренней интуиции. Потому что здесь вот интуиция вам будет помогать, сопровождать. И здесь стоит прислушаться к своему внутреннему голосу, а не пытаться его игнорировать. И здесь еще, может быть, вы будете в роли вот этой верховной жрецы. Как будто кто-то будет нуждаться в вашем совете, в вашей помощи. И вы будете кому-то помогать. Консультировать, давать рекомендации, поддерживать. Разбираться в каких-то сложных ситуациях и моментах. Скорпион. Ух ты, карта император. Здесь, может быть, вы должны будете себя вести, как этот император. Брать контроль, ответственность, управлять, доказывать, выходить победителем. Проявлять свои лидерские качества. Прям быть на пятистале, быть этим лидером, быть этим королем. Здесь, может быть, знаете, кто-то будет пытаться с вами договориться. Вы можете не пойти на уступки. Или захотите прям получить что-то, добиться своего. Будете настойчивыми, упрямыми. Будете отстаивать что-то. Потому что здесь прям какое-то последнее слово остается за вами. Это один вариант. Или второй вариант, когда такой мужчина будет принимать участие в вашей жизни. И он может являться по гороскопу овным. Потому что здесь у нас энергетика знака зодиака овна. Человек может быть вспыльчивым, агрессивным. Может быть, тираном. Может быть, очень сложно взаимодействовать с ним. Не договариваться. Он не понимает, не чувствует в ваших эмоциях. Не сочувствует, не сострадает. Не поддерживает, может быть, ваше мнение какое-то. Может отказывать в чем-то. Или наоборот, человек является профессионалом. И вот здесь он будет конкретно говорить только по делу. Ничего лишнего. Если вы как-то будете пытаться, может быть, там построить отношения дружеские. Не обязательно личные. Человек чисто по делу будет общаться и говорить только конкретно по теме. Ничего лишнего. Это также еще может быть отец. Это может быть отец сам что-то говорит, диктует свои правила. Или может быть это ваш партнер. Это может быть кто-то из мужского окружения. Это может быть также брат, друг и так далее. Но тогда здесь как будто нужно будет прислушиваться к такому человеку. Или делать так, как он скажет. Еще как вариант. Стрелец. Карта колесница. Поездка, дорога, прогресс, движение, успех. Будете что-то контролировать, хвататься за что-то, принимать какое-то решение. Будете во голове чего-то. Может быть это публичное выступление. Либо может быть вы уже сделаете что-то. И здесь когда что-то пройдет очень удачно, успешно. Прекрасные результаты, ответы, достижения, прогресс в делах. Что-то развивается очень быстро. Потому что здесь вы лидер. Вы принимаете решение. И здесь последнее слово остается за вами. Либо это какие-то награды. Когда вас хвалят, вам восхищаются. Дают какие-то призы, подарки, награждения. Или это может быть командировки. Может быть по делам куда-то нужно будет съездить. Или решить какой-то вопрос, касающий транспорта. Или принять какое-то решение. Или сделать какой-то выбор. Здесь. Козерог. Десятка. Десятка чаш. Это каллюминация. Это праздник. Праздничное настроение. Вы будете при хорошем настроении. Здесь, может быть, будете проводить время в семье. Там с партнершей. С партнером. С детьми. Если у вас есть детки. Это может быть также новости о беременности. Если для вас эта тема актуальна. Здесь также. Может быть делать что-то вместе. Вдвоем. С партнершей. С партнером. Как я сказала. Или, может быть, это куллиминация. Результаты. Достижения. Прогресс. Завершение чего-то. Хорошие новости. Известие. Получение чего-то замечательного. Здесь. Просто порадоваться чему-то. Быть на седьмом небе от счастья. Чего-то. Поделиться своими успехами. Или поехать в какое-то место. Там, где вас будет расслаблять. Вдохновлять. Нравиться. Открыться кому-то. Или, может быть, вы занимались чем-то. Обучались. Получали какие-то знания. И, наконец-то, здесь что-то завершится. Или, может быть, это финансовый успех. Финансовые достижения. Или, может быть, это приобретение чего-то дорогого. Ценного. Красивого. Вы давно мечтали об этом. И здесь исполнится. Водолейчики. Секунду. Прям две хорошие карты. Валяки. Водолейчики. Поможем. Сейчас перетасуем еще раз. Десятка. Десятка пентаклей. Это финансовые какие-то достижения. Финансовый успех. Результаты. Получение чего-то. Получение какого-то подарка. Или, может быть, здесь вы приобретаете что-то дорогое. Ценно для вас. Ну, в зависимости, о чем вы мечтаете. Кто-то, может быть, покупает недвижимость. Машину. Кто-то, может быть, покупает что-то из гаджета. Да. Телефон. Компьютеры. И так далее. Вот что вы хотите. О чем вы мечтаете. И здесь вы можете это получить. Может быть, вы получаете это в качестве подарка. Может быть, у вас есть приличная сумма денег отложенной. И теперь вы можете позволить себе что-то дорогое, красивое. Или, может быть, это какой-то ответ. Какие-то достижения. Реализация цели. Семейный бизнес. Проект. Может быть, вы откроете семейный бизнес. Или, может быть, вы будете обсуждать какие-то семейные темы. Решать какие-то семейные вопросы. Темы, касающиеся недвижимости, ремонтов, переездов. Здесь можете также тратиться на семью. На деток. Что-то в дом покупать. Оформлять свой дом. Да. Украшать. Может быть, наводить порядок. Да. Вот что-то красивое покупать. Или здесь, может быть, вы устраиваетесь на работу. И на хорошую зарплату. Да. Здесь будете получать хорошую зарплату. Или ваши финансы здесь увеличиваются. Вы начинаете зарабатывать больше, лучше. Или, может быть, если у вас своё отдел, свой бизнес. Вы работаете на себя. То здесь стабильные финансовые результаты, ответы, деньги и так далее. Ну, в зависимости. Может быть, вы там вкладывались, инвестировались. Это дивиденды для вас. Это какая-то прибыль. Или получаете какую-то сумму в качестве поддержки. Рыбки. Прошу прощения. У меня сегодня першит горло. Король. Король чаш. Здесь, может быть, такой мужчина будет вас в этот день поддерживать. Помогать, выслушивать. Давать какой-то совет, рекомендацию. Может быть, это врач. Может быть, это психолог. Может быть, это друг. Кто-то, кто будет рядом с вами. Или, может быть, партнёр. Или, может быть, вы будете вести себя очень эмоциональными, чувствительными, ранимыми, мягкими. Вы будете, извините, рыбки. У меня просто першит очень сильно горло. И здесь, вот именно, может быть, ещё получение чего-то. Может быть, получение подарка. Получение поддержки. Или здесь, может быть, эмоциональное такое состояние, когда вы будете делать какие-то ритуалы, расслабляться. Это духовный рост, может быть. Это какие-то темы, связанные с эзотерикой. Креативные творческие проекты. Интуиция будет в чём-то вам помогать. Вы можете видеть какие-то знаки от Вселенной. Или приснится какой-то вещь и сон. И здесь вы будете что-то расшифровывать. Но здесь вообще сны всегда лучше расшифровывать. Может быть, там заложена какая-то информация для вас. Также ещё, может быть, это знакомство с каким-то мужчиной, если вы свободны. Это как пойти в ресторан, на ужин, когда вас приглашают куда-то в какое-то место. Или, может быть, вы будете очень заботливыми в этот день. Вы будете заботиться о своих детях, о каком-то человеке близком, о партнёрше, к примеру, или о партнёре. Вот как вариант тоже может быть. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Желаю удачи и успехов. Хорошего вам дня. Солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моём канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова